В отделении по гражданству и миграции Ленинского района никогда не бывает пусто. Люди приходят сюда за выдачей справок, свидетельств, а также за получением паспортов. В марте 2021 года за этим документом, удостоверяющим личность, только в Ленинском районе областного центра обратилось более 550 человек. Альтернатива им придет уже скоро. 1 сентября у белорусов появится выбор – оформлять обычный паспорт или приобрести ID-карту вместе с биометрическим паспортом. Наряду с ID-картой еще будут у нас биометрические паспорта, они предназначены будут для выезда за границу. То есть это фактически тот же самый паспорт, одна первая страничка которого, там где размещается фотография, она будет в виде пластика, потому что там, конечно же, тоже имеется интегральная микросхема и тоже биометрические данные. ID-карта – это документ, который будет подтверждать личность гражданина Республики Беларусь на территории Республики Беларусь, она прежде всего направлена на внутренний использование. То есть ID-карту человек изготавливает, она имеет внешний вид, чем-то похожий на водительское удостоверение пластиковое, там указаны персональные данные лица, там же имеется интегральная микросхема, благодаря которой фиксируются биометрические сведения о человеке, ну в частности отпечатки его пальцев. Этот документ упростит жизнь человека, с его помощью можно будет обращаться за выполнением каких-либо административных процедур в электронном виде. И для того, чтобы подтвердить свою личность, он будет предъявлять ID-карту, которую будет помещать специальный чередователь ID-карт, и информация о человеке будет принята. Дальше там будет два пин-кода. Значит, первым пин-кодом он может подтверждать, что он предъявил эту карту, а вторым пин-кодом, если ему надо будет подписать документ в электронном виде, то есть он уже ручкой ничего не будет подписывать, вводит пин-код номер два, и, соответственно, сведения о его электронной цифровой подписи передаются тому оператору, который с ним работает. А значит, можно говорить о том, что биометрические документы обеспечат безопасность персональных данных человека, поскольку получить информацию, кроме той, что указано на ID-карте, а это фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения и гражданство, невозможно. Но это не единственный плюс новых биометрических документов. Их оформление будет проще и быстрее. То, что касается биометрических документов, то здесь гораздо все проще. Человек приходит, его на месте подразделения сфотографируют, на месте получат образцы, скажем так, его отпечатков пальцев, на месте будет заполнено заявление, где ему необходимо будет учинить подпись, он распишется, и там даже есть возможность о том, чтобы он либо получит смс-сообщение о том, что его документ, оставляющая личность готов, либо зарегистрируется на сайте МВД и сможет смотреть, на какой стадии, скажем так, изготовления находится у паспорта, и когда он его уже может получить. С момента получения ID-карточки, значит, соответственно, человек уже, если он планирует дальше получать, это не бумажный паспорт, это, соответственно, биометрический паспорт. То есть, если человек уже идет по пути биометрических документов, значит, соответственно, он их и изготавливает. То есть, по ID-карте она только для пересечения, для нахождения на территории СПБУ, использование, если надо ехать за границу, конечно же, надо изготавливать биометрический паспорт. Специалисты по гражданству и миграции отмечают, что люди уже сейчас интересуются биометрическими документами и изъявляют желание их приобрести, а значит, спрос на ID-карты и биометрические паспорта будет высок.